В настоящее время по данным литературе один случай сейчас регистрируется на 1200 случаев пациентов с возможной беременностью и нашей целью было оценить течение беременности с диагностированным раком почки. По данным нашего канцрегистра онкоцентра и данных перинатального центра за 2021 год было выявлено какие возможные варианты злокачественного образования. В большинстве случаев регистрировались или до или после наступления беременности. Впервые за нашу практику в 2021 году мы выявили три случая рака почки синхронно вместе с наступлением беременности. Итак, вот три случая, которые мы хотим продемонстрировать. Первая пациентка 31 года до наступления беременности из анамнеза было выявлено, что она наблюдалась у урологов с диагнозом ангиомиолюпома левой почки. И в 24 недели гистации она обратилась в волосно-перинатальный центр, где по данным УЗИ выявлено образование до 57 мм в наибольшем измерении. С совместными усилиями в учреждении двух специалистов проведен консилиум. Пациентка настаивала на пролонгированной беременности. Рекомендовано динамическое наблюдение. И на сроке 36 недель гистации мы увидели увеличение размеров опухолевого узла. Вновь проведен консилиум. Рекомендовано разрешить данную пациентку в кратчайшие сроки с последующим хирургическим лечением уже в условиях онкоцентра. Беременность завершена в условиях областного перинатального центра с благоприятным перинатальным исходом. У данной пациентки родился живой недоношенный ребенок. По шкале Абгар 8-9 баллов. И в течение трех суток она была выписана уже домой. Течение после родового периода было без осложнений. И затем уже в планном порядке она поступила к нам в онкоцентр. Через три недели выполнено хирургическое лечение резекция левой почки. Гистологически подтвердилась почечно-клеточная карцинома у данной пациентки. Первая стадия заболевания. Сейчас прошло с момента хирургическое лечение 12 месяцев. Пациентка регулярно наблюдается. И данных за рецидив или наличие отдаленных метастазов не выявлено. Второй случай. Пациентка более возрастной категории. 45 лет. В анамнезе уже имеется двое родов с благоприятным перинатальным исходом. Данные роды были третьей у пациентки. Госпитирована для родозрешения в областной перинатальный центр в планном порядке на сроке 38 недель. Где впервые было обследовано и выявлено образование в левой почке до 5,5 см. Вновь был проведен совместный консилиум участием двух специалистов областного перинатального центра и онкоцентра. Пациентка была родозрешена. Беременность завершена своевременными оперативными родами, так как в анамнезе было два оперативные роды по кесаревым сечениям. Родился доношенный ребенок у данной пациентки. По шкале Абгар также нормальные оценки. 7-8 банов. Течение послеродового периода также было без осложнений. Пациентка выписана домой. И в последующем уже через 4 недели поступила к нам в перинатальный центр, где выполнена лапароскопическая резекция левопочки. Подтвердилась также первая стадия почечно-клеточного рака. Сейчас срок наблюдения составляет 9 месяцев. Данных также за отдаленные метастазы и местный рецидив у данной пациентки не был выявлен. И третий случай более, так скажем, эмоциональный. В 13 недель гистации у пациентки 36 лет, вторая беременность в анамнезе. Выявлено образование 57 мм. Проведен сразу консилиум. Она обратилась в перинатальный центр. Житель города Челябинска. Рекомендовано было гистологическое подтверждение. Пациентка крайне была настроена на пролонгирование беременности. На то, что был маленький срок. И мы не знали, чем завершиться данная беременность, если пролонгировать при таких размерах опулевого процесса. Также у этой пациентки был в анамнезе травм. Достаточно серьезный металлоостеосинтез позвоночника. Мы не могли оценить с учетом малых сроков распространения опухоли узла. Было противопоказание со стороны лучевых диагностов проведением РТ. Компьютерная томография была противопоказана с учетом малых сроков беременности. Так как мог быть хетератогенный или канцерогенный эффект на плод. Консилиум, в котором она активно участвовала, решили проводить каждый месяц контрольное обследование. И пролонгировать беременность. На сроке 27 недель, то есть через 14 недель беременности, мы увидели по данным УЗИ, увеличение опухолевого узла на 1 см. И решением консилиума было провести хирургическое лечение на первом этапе. По возможности провести хирургическое лечение в объеме резекции почки, приема возможности нефрактомию справа. Итак, на сроке 27 недель беременности. Во время беременности она поступила первым этапом в областной фонкоцентр. Мы выполнили операцию резекцию правой почки. В послеоперационном периоде оценивалось состояние плода совместно с акушерами областного перинатального центра. Не было нарушения кровотоки сразу после операции и в течение последующего периода наблюдения. Гистологически подтвердился опухоль почечноклеточного рака, цветоклеточный вариант. Она выписана домой на положенные сроки, на 7 сутки. В последующем наблюдалось с акушерами областного перинатального центра. И на сроке 38-39 недель определена возможность введения родов через естественные родовые пути. И беременность завершена на доношенном сроке 39 недель. Родился живой ребенок по шкале АПГАР 8-9-9 баллов. И в течение послеродового периода также не осложнилось никакими проблемами. Сейчас время наблюдения составляет 15 месяцев. Она регулярно к нам приходит, наблюдается. Мы с ней в постоянном контакте. Данных за местный рецидив или отдаленные метастазы у нее также не было выявлено. Ну и вот такой вот нестандартный, вот эти три разных ситуации, с которыми мы столкнулись, позволил сохранить здоровье матери и родить доношенных здоровых детей. Спасибо за внимание. Большое спасибо, Евгений Александрович. Это пока уникальное наблюдение. Есть вопросы в аудитории? Если позвольте, комментарии небольшие на правах садокладчика Марина Евгеньевна. Дело в том, что вот этот тот самый клинический случай или клиническая ситуация, когда мы, с моей точки зрения, должны применять персонафицированный подход. Смотрите, сколько моментов мы должны учитывать у подобных пациенток. Во-первых, конечно, как обычно, оцениваем опухоли по критериям РНА. Во-вторых, мы должны учитывать характер образования, возможность выполнения биопсии. В-третьих, мы должны учитывать срок, на котором диагностировали, срок беременности, на котором диагностировали наличие опухоли. И в-четвертых, желание пациента. То есть вот это вот клиническая ситуация, которая не может быть стандартизована каким-то образом. Вот это мы хотели подчеркнуть вот этим сообщением. Ну и, наверное, каждый раз будем индивидуально принимать решения у каждой пациентки при наличии опухоли и беременности. Спасибо. Нужна биопсия у этих пациентов? Да, конечно, потому что это могут быть агрессивные формы опухоли. Если есть возможность выполнить биопсию, это верификация. Я не уверен тоже, что она нужна. Я абсолютно согласен. Мы стараемся также вести пациентов, их не так много, беременных, но тем не менее. Марина даже посчитала пять. Наблюдение, регулярное наблюдение, и это основополагающий момент. Потому что биопсия, это, конечно, замечательно, но если женщина хочет сохранить беременность, вряд ли результаты биопсии поменяют ее решение. Если вы говорите, если это доброкачественное образование. Но если это доброкачественное, то оно не будет так расти, и слава Богу. Извините, я с вами не соглашусь. Вы даете стопроцентную гарантию, что это доброкачественное, если вы получили доброкачественное образование? Вы получили миллиметр ткани, это раз.